Полный провал. По-другому сложившуюся ситуацию описать нельзя. Асфальт на участке дороги, проходящей вдоль Кремлевского вала, снова ушел под землю. Это уже третий подобный случай за неделю. Напомним, первый раз огромная яма в дорожном покрытии образовалась во вторник 27 июня. Тогда последствия аварии устранили за сутки. И в интервью нашей съемочной группе пообещали провести все необходимые исследования, чтобы понять, существует ли вероятность новых обрушений. По данной аварии, по данному коллектору будет у нас произведено внутреннее расследование, по которому будет сделано заключение. Также будет произведена телеинспекция всех участков по этому коллектору. И уже на основании этого будет нами принято решение о дальнейшей замене каких-то участков, которые находятся в аварийном состоянии. Все уже решили, что история продолжения не получит. Однако уже в пятницу 30 июня на том же участке дороги земля вновь ушла из-под колес. Пока власти города ситуацию комментировать не готовы, а тем временем движение в центре города вновь оказалось парализованным. Стоит отметить, что это уже не первый случай провалов асфальта в городе. Так, в 2015 году на площади Победы в час пик асфальт ушел под землю. В тот раз аварию устранили быстро. Здесь же движение на месте провала перекрыто на неопределенный срок. И пока идет выяснение всех обстоятельств череды провалов, всем автомобилистам в городе при планировании маршрутов придется учитывать перекрытую дорогу у Рязанского Кремля. На какой срок она стала недоступна, неизвестно.